Ну что, я получил решение суда. Все так, как мы предполагали. Да, да? Здравствуйте. Меня только что отпустили под подписку о невыезде. Под крупный залог. Но я не уверена, что завтра меня не арестуют. Мой знакомый адвокат рассказал мне про ваше агентство. Простите, а вас как зовут? Марина. Марина Струкова. Марина, может вы присядете? Так, и в чем вас обвиняют? В убийстве. Но я клянусь вам, что видела эту женщину только один раз в жизни. Хорошо. Тогда рассказывайте по порядку и все с самого начала. У нас с мужем Олегом небольшой бизнес. Несколько магазинов детских игрушек. Своих детей у нас нет. Три дня назад я увидела в кабинете у Олега одну женщину. Она показалась мне очень странной. Странной? Почему? К нам много разных просителей приходят. И из благотворительного фонда, и мошенники, и просто попрошайки. Но эта держалась очень уверенно. Как будто пришла за тем, что ей принадлежит. Понимаете? Ну да, понимаю. И что вас удивило? Когда я вошла, Олег очень занервничал и стал эту женщину буквально выпроваживать за порог. Она ушла. И, конечно, я спросила, кто это. Так, и что же муж ответил? Он ответил, что ее зовут Алевтина, и что она приходила клянчить деньги для больного ребенка. Он так и сказал – клянчить. Но я уверена, что он меня обманул. Эта женщина клянчить не могла. Ну, вы знаете, иногда попрошайки бывают очень хорошими актрисами. Да, но не в этом случае. В общем, потом я проверила наличные Олега и поняла, что деньги он ей все-таки дал. И я решила узнать, что это за женщина, и за что он ей заплатил. Так, и что же вы предприняли? Перед тем, как войти, я слышала, как она диктовала ему адрес. Она сказала – приходи, если захочешь его увидеть. Адрес я запомнила. Я подумала, что речь идет о ребенке, возможно, действительно больном. Я решила пойти к ней. Я подумала, может быть, и я смогу чем-то помочь. Но когда я пришла, дверь в квартиру была открыта. Алевтина… Малыш, не смотри туда. Аля, а что у нас? Как Егор в свою комнату? Лежать! Лежать, я сказал! Алло, полиция? Как потом выяснилось, это был муж Алевтины, некий Степан Самойлов. А мальчика звали Егор. Это их сын. В тот день он приболел и не пошел в садик. Ну, в квартире вы ничего не трогали? Я была в таком состоянии, мало что помню. Возможно, и коснулась чего-то. Ну, хорошо. А потом что было? А потом было все ужасно. Полицейские, сирены, наручники на меня кричали, мне не давали сказать ни слова. Я клянусь вам, я не убивала эту женщину. Скажите, а ваше дело кто ведет? Аркадий Сергеевич Бабкин. Вы поможете мне? Ну, если только вы мне не солгали. Я ее не убивала, я не лгу вам. Хорошо, мы обязательно постараемся во всем разобраться. А сейчас давайте я вас провожу. Прошу вас. Вы пока соберите информацию на Степана и Алевтину Самойловых, ну и на Марину и Олега Струковых. Спасибо, капитан. Вот. Ударили несколько раз. Ножом в грудь. Нож не забрали. Он из кухонного набора. Дверь не взломана. Следовательно, Алевтина открыла сама. Либо у убийцы был ключ. Возможно и такое. Но абсолютно ясно одно, что вошедшего она не боялась. Судя по позе падения, она стояла к убийце лицом и бежать не пыталась. Ну, допустим. Допустим, убийца Марина Струкова. А мотив? Да мотив может быть какой угодно. Ну, к примеру, у покойной и у мужа Марины, Олега Струкова, был роман. Ну, ты сам-то в это веришь. Ну, ты же видел эту Марину. Ну, у мужчин бывают разные предпочтения. Впрочем, что мы с тобой гадаем? Следствие сейчас занимается поиском мотива, и будь уверен, мы его найдем. Подожди. Из квартиры пропали золотые вещи? Ну, да, ты же видишь описи. Ну, все. Это снимает подозрения с Марины. Женщина она не бедная, зачем ей красть золото? Ну, к примеру, Самойлова вымогала деньги у Струковых. И Марина таким образом пыталась вернуть хотя бы часть. Хотя, конечно, возможно, что эти украшения куда-то делала сама убитая. В общем, сам видишь, дело сложное. Будем искать. За любую помощь тоже буду тебе благодарен. Ну, вот и договорились. Совсем разные люди. И что их могу связывать? Тоже не понимаю. Но, судя по информации, Алевтина Самойлова пять лет назад работала по контракту в женской колонии надзирателем. Так, может быть, она кому-то насолила в прошлом, а когда эта женщина вышла, она решила ей отомстить? Ну, тогда почему она не убила ребенка? Может быть, она о нем просто не знала. Ребенок спал. Тогда надо проверить Струковых. Может быть, у них родственница или знакомая сидела в этой колонии. И что, они стали за нее мстить? Ну, это пока только предположение. Позвони Игорю Петровичу. Хорошо. Да, Алис. Что ты говоришь? Алевтина работала надзирателем в колонии? Интересно. Ну, хорошо, спасибо. Здравствуйте. Мне сказали, вы хотели меня видеть. Меня вам кто-то порекомендовал? Да нет, я у вас первый раз, без всякой рекомендации. Частный детектив Игор Лукин. А, ясно. И кто вас нанял, и зачем? Я лично застал убийцу на месте преступления. Эта женщина убила мою жену, чуть было не убила сына. Сейчас она на свободе только потому, что поднесла залог и ее отпустили. А ваш сын сейчас где? В детском саду. Бабушек у нас нет, сидеть некому, а мне надо деньги зарабатывать. Ну, ведь вы же не хотите, чтобы за убийство вашей жены сел невиновный человек, а точнее, невиновная. Послушайте, я знаю, что эта женщина-убийца. И я добьюсь того, чтобы она ответила за это. Скажите, вы с женой жили дружно? Ну, возможно, ей кто-то угрожал. Ведь раньше Алевтина работала в колонии надзирателем. Ну, мало ли там, какие конфликты могли произойти. Да какие там конфликты? Она пять лет уволилась из этой колонии, а после этого мы поженились. Скажите, Степан, а вы сами-то где были в момент убийства жены? На трассе. Меня вызвал клиент, у него сломалась машина, я поехал к нему. А кто ваш клиент? Послушай, мужик, я полиции уже все рассказал. Беседовать с тобой я не обязан. Ну, в общем, поговорил с этим Степаном. Повел он себя довольно агрессивно, даже чересчур. Ну, мы нашли на него информацию. Приехал он из деревни. Родители пили, дом сгорел. Он продал участок, приехал к нам в город. Познакомился с Алевтиной и устроился работать в автосервисе. Своего имущества у Степана нет. Квартира принадлежала Алевтине и даче тоже. Ну, а что по Струковым? Ну, по Струковым примерно похожая ситуация. Фирма и магазины принадлежат Марине, они достались ей от отца. Олег является генеральным директором, но фактически ничего не имеет, кроме квартиры. А связь между Струковым и Самойловым нашли? Пока нет. Значит, я дозвонился до начальника колонии, где работала Алевтина. Она вас ждет, готова принять. Так что собирайтесь и поезжайте. А я хочу с Олегом поговорить. Мне просто нужно понять, что же этих людей связывало. К детективам обратилась Марина Струкова. Ее обвиняют в убийстве Алевтины Самойловой. Марина уверяет, что видела Алевтину всего два раза в жизни. Первый раз, когда Алевтина приходила к ее мужу Олегу просить денег. А во второй раз она была уже мертва. У Марины не было мотива для убийства и быть не могло. Детектив Лукин приехал навстречу коллегу Струкову, мужу Марину. Добрый день. Здравствуйте, что не в офисе. У меня там сейчас такая разруха, ремонт. Да я все понимаю. Я вот что хотел спросить, Олег. Вы Алевтина Самойлова давно знаете? Да, видел один раз. Она ко мне в офис приходила, денег просила. А сын болен, говорил. Ну я дал небольшую сумму. А вы всегда посторонним людям, которые просят у вас деньги, их даете? Да нет, конечно. Но Алевтина не совсем посторонний человек. В смысле? Ее супруг Степан Самойлов. Он чинит мне машину. Я при любой неисправности обращаюсь только к нему. Значит, вы знаете Степана. Ну конечно. Степан мне пару раз говорил, что у него сын тяжело болен. Ну какая-то там врожденная болезнь суставов. Ну я как-то по мокрым деньгами. А потом он, видимо, рассказал Алевтине. И она пришла и попросила денег еще. Сказала, что сыну стало еще хуже. И попросила помочь еще раз. И я помог. А ваша жена Марина их знает? Да нет, конечно. Но вы знаете, моя Марина очень любимая женщина. Она мне такую жуткую сцену ревности встроила после визита Алевтины. Ну да, потом пошла к Алевтине, убила ее. Олег, неужели вы допускаете, что ваша жена на это способна? Или она увидела нечто большее, чем просто ваш разговор с Алевтиной? Да ничего не было. Я вообще не понимаю, почему она к ней пошла. А вы сами где были в тот момент, когда убили Алевтину? Так я сломался на трассе. Вызвал механика, ждал, пока он приедет. А мастер это Степан Самойлов? Ну конечно, я же говорил. Он приехал, мы устранили неисправность и вместе уехали в город. Присаживайтесь. Конечно, я хорошо помню Алевтину. Только тогда она не Самойлова была, а Громова. Хорошая работница была. Скажите, а у нее были конфликты с заключенными? Да у кого из надзирательниц их не было. Наш контингент еще та публика. Палец в рот не клади, откусит. А поподробнее? Алевтина одну заключенную очень выделяла. До сих пор помню Лиду Коновалову. Опекала ее, помогала. А когда Лида сына родила, продукты ей носила. Только умерла Лида от воспаления легких. Ясно. Но нас интересует больше вопрос, кто конфликтовал с ней настолько сильно, что мог убить ее. Алевтину убили? К сожалению, да. Да. Неужели кто-то из наших? Ну, вы подумайте, может быть, вспомните кого-то. Катька Иванова не любила Алевтину. Она к Лиде постоянно цеплялась, ревновала. Мол, та любимица была. А Левтина ее наказывала, в карцер сажала. Скажите, а это Катька, она давно вышла? Пару недель назад. Только знаете, я что думаю? Не могла Алевтину Катьку убить. Почему? Она в основном за мошенничество и за кражу сидела. А Левтина была хорошим работником. Жалко Алевтины. Ну что, молодцы. Это хоть что-то. А я по дороге заехал в детский садик, куда Егорка ходит. С воспитательницей поговорил. Так вот, она говорит, что мальчик замкнулся, молчит, ни с кем не разговаривает. С ним психолог работает. А еще мне воспитательница сказала, что Егора в садик водила только Алевтина и забирала тоже она. А Степана воспитательницы и не видела никогда. Как-то странно для папы. Вообще-то немножко странно. У ребенка мать убили, а его на следующий день в садик ведут. Ну, может быть, с ним действительно сидеть некому было? Может быть. Но такое отношение к ребенку меня, знаешь, на какую мысль натолкнуло? А что, если Егор Степану не родной? То есть, вы хотите сказать, что Алевтина родила ребенка от Олега? А Марина узнала об этом и убила Алевтину? Ну, я думаю, что такие выводы делать еще очень рано. Нам бы для начала неплохо выяснить, куда после отсидки подалась Катя Иванова. И осмотреть место, где сломалась машина Струкова. На следующее утро Лукину позвонил следователь и сообщил, что одно из украшений убитой всплыло в ломбарде. Детектив тут же приехал по адресу. Вот, говорит, приходила женщина, сдавала колечко на продажу, которое оказалось краденым. Кстати, как она выглядела, эта женщина? Такая, среднего роста, крепкая, крупная. Волосы русые. Она выпившая была. Паспорт показала? Да, конечно. У нас все по закону, вот, вот кританция. Иванова Екатерина Юрьевна. Адрес улицы Землекопов, дом 14, квартира 54. Это женщина была. А, она, она, точно, она. Спасибо. Я что-то не понял, откуда у тебя эта фотография? Что вообще за женщина? Мои помощники получили информацию, что она отбывала срок в колонии, где работала Левтина Самойлова. Так вот, начальница пояснила, что между ними часто вспыхивали конфликты. Две недели назад она освободилась. Неплохо твои ребята работают. Молодцы. Ну что, поехали на Землекопов. Садись. Спина болит. Сходи на массаж, в тренажерку. Или не ной. Я вообще-то не ною и, между прочим, вскрыл почту Левтины. Ну и? Оказывается, четыре года назад Левтина очень сильно интересовалась усыновлениями детей. Писала в разные инстанции, спрашивала, какие нужны документы, чтобы усыновить ребенка. Выходит, Игорь Петрович был прав. Егор не родной сын Степану. И мало того, он не родной сын Алифтине. При чем тут Марина? А может быть, Егор сын Марина. Допустим, Марина сдала его в детдом. А потом и решила вернуть назад. Но Левтина ей помешала. И Марина ее убила. Хорошая версия. Меня больше интересует другая история. Помнишь, начальница колонии рассказывала, что Левтина опекала заключенную, которая родила ребенка. Лидия Коновалова. Вот. Давай-ка поищем информацию о ней. Давай. О, 54-я. Звонит. Юрка, ну тебя прям за смерть опосылать. Ты выпить принес? Следственный комитет, следователь по особо важным делам, Вапкин Аркадий Сергеевич. Гражданка Иванова, перестаньте дурить. Я не виновата. Я ничего не сделала. Катюш, скажи нам лучше, откуда у тебя колечко, убитый, а Левтина Самойла? Я ее не убивала. Я к Левтине за помощью шла. Работу до сих пор найти не могу. Так вроде в колонии вы с Левтиной не ладили. Да нечего было любимчиков себе находить. Вообще, Левтина нормальная тетка была. Вот поэтому решила к ней обратиться за помощью. Адрес? Откуда я ее узнала? Это же не проблема. Я позвонила знакомому парню, который в интернете шарит. Он и нашел. Только лучше бы я к ней не ходила. Не повезло тебе, подруга. Плохая себя воровка, Кать. Там в соседней комнате ребенок спал сыну Левтина. У нее был сын? Я не знала. А этого мальчика знаешь? Так это же сын Лидки покойницы. Она пока не померла, все с его фотографией носилась. В дневнике прятала. Ну, там, конечно, лет ему поменьше, но вообще-то точно он. Подожди, подожди. В каком дневнике? Ну, Лидка дневник вела. Мы как-то его стырили. Решили почитать. А она как вскочила, такой кипиш подняла. Ну, в общем, больше мы эту тетрадку и не видели. Наверное, у Алевтины заныкало. Получается, что Егор – это сын Лидии. А его потом усыновила Алевтина. Стало быть, и Степан ему неродной отец. Отсюда и отношение Степана к сыну. Ну, то, что Степан не любит мальчика, это очевидно. Мало того, что неродной, так еще и больной. Вот именно. Я сегодня специально проехал по шоссе в том месте, где сломалась машина Олега. Так вот, там нет камер видеонаблюдения. Может, это, конечно, случайность, но я в случайности не верю. Дополнение по Лиде Коновалову. Я проверил криминальные сводки того времени. Оказывается, Лидию осудили за убийство в состоянии аффекта. Свидетелем по этому делу проходил Олег Струков. Вот. Вот вам следующее звено. Значит, я к следователю, надо поднять из архива дело Лидии. Смотри, что у меня получается. Что? Лидия Коновалова встречалась сразу с двумя парнями, да? С Олегом Струковым и Константином Маркиным. В тот день они собрались вместе и выпивали по поводу дня рождения Лидии. Да тут все понятно. Молодые перебрали. Этот Струков побежал за добавкой, а Маркину захотелось любви и ласки. Вот тут попытался изнасиловать Лидию, а она, отбиваясь, его зарезала. Только свидетелей этому нет. А судя по результатам экспертизы, зарезать Маркина мог и Струков. Виновный признана Коновалова. На суде она во всем призналась. Допустим, Коновалова любила Олега Струкова и решила его выгораживать. Ну, значит, она дура, взяла всю вину на себя. А куда ей было деваться? Там еще за Олега впрягся его отец. К тому же Коноваловой по суду за убийство дали всего шесть лет, потому что якобы была попытка изнасилования. А в тюрьме она родила. То есть ты хочешь сказать, что это сын Струкова? Я почти уверен в этом. Ну, допустим, Алевтина знала, кто отец ребенка. Но мужу-то она вряд ли стала об этом рассказывать. Однако к Олегу первым пошел просить деньги именно ее муж, Степан. Да я тоже об этом думал. А что, если Алевтина муж ничего и не рассказывал? Степан сам нашел дневник Лидии в бумагах Алевтины. И поэтому мне к тебе просьба. Нужно установить местоположение мобильных телефонов Олега и Степана на момент убийства Алевтины. Ну, хорошо. Узнаю. Сразу тебе сообщу. Вот за это тебе спасибо. Ну, давай. Марину Струкова обвиняют в убийстве Самойловой. Выяснилось, что Самойлова работала надзирателем в женской колонии и почему-то опекала некую Лидию Коновалову. Та, родив ребенка, умерла в колонии от воспаления легких. А две недели назад из колонии вышла Екатерина Иванова. Она Самойлову просто ненавидела. Спасибо вам большое. Все обвинения с меня сняты. Но я прошу вас не прекращать расследование. Даже если его результат будет вам неприятен? Что вы имеете в виду? Да то. Ваш муж Олег может быть замешан в этом деле. Знаете, что-то подобное я ждала. Тем более я хочу знать правду. Скажите, Олег давно знает Самойлова Степана? Точно сказать не могу, но с полгода наверняка. Степан чинит у него машину. У нас дома он никогда не был, но мне кажется, что Олег встречался с ним пару раз в неформальной обстановке. Ну, так сказать, выпить пару пива, он так это называл. А вы не знаете, при этих встречах присутствовала Алифтина? Не могу утверждать, но мне кажется, что нет. Ну хорошо, Марина, спасибо. Как только у меня будут результаты, я вам сразу же позвоню. Спасибо. Неплохо бы срочно разыскать дневник Лидии. После убийства Алифтины квартиру ее осмотрели, ничего не нашли. А что, если допустить, что дневник нашел Степан и спрятал себя на работе в автомастерской, а? Тогда было бы неплохо обыскать автомастерскую. Да, только кто нам на это достанкся? Вообще-то найти ящик Степана, осмотреть его, я думаю, труда не составит. Правда, меня Степан уже видел, а вас еще нет. Поняли? Едем. Ну вот, нам и рекомендовали вас как лучшего специалиста. Ну да, так оно и есть, вам не наврали. Так, что за проблема? Проблема, значит... Извините, а можно пока вы будете заниматься своими проблемами, я схожу в уборную, ночь припудлю? Да, конечно, смотрите, прямо направо, ничего не бойтесь, там свет горит, здесь в это время только я и сторож. Спасибо. А, ну да, так, открывайте капот, посмотрим, что у вас за проблема. Вот дневник Лидии, он лежал за шкафчиком в раздевалке. Ну, а отцом Егора, как вы и предполагали, является Олег Струков. Пока мы ехали, я посмотрела записи. Лидия описала, что происходило в день убийства Маркина. Оказывается, когда Олег ушел за вином, Костя начала к ней приставать, она отбивалась. И когда Олег вернулся и все увидел, он несколько раз ударил ножом Маркина. Значит, убийца все-таки Олег. А Левтина знала, но молчала. А Степан нашел дневник и пошел к Олегу. Ну, допустим, Степан шантажировал Олега. Ну, а почему тогда убили Алифтину? Вопрос. Да, слушаю. Пришли данные сотовой компании. Сим-карта Олега во время убийства находилась на шоссе, в том месте, которое он указал. А вот сим-карты Степана там не было. Она была дома? Да. Просто Олег обеспечивал алиби Степану. Он даже позвонил ему, сделал вызов на ремонт. Но про местонахождение мобильных телефонов никто из них не подумал. То есть они были в сговоре. Я еду на задержание к Самойлову. Слушай, я с тобой. У меня тоже есть интересная новость. Степан Самойлов, вы арестованы по обвинению в убийстве вашей супруги Алифтины Самойловой. Что за чушь вы несете? Я был за городом, чинил машину клиента. С вашим клиентом, точнее с Олегом Струковым, вы были в сговоре. Струков тоже будет арестован. Назад. Назад, Илья, я придушу мальчишку. Отошли назад. Богом клянусь, я его придушу. Сволочь! А за нападение на ребенка ты мне ответишь. Это я тебе обещаю. Олег Струков, вы арестованы. Стоять! Стрелять буду! Руки! Я требую адвоката. За что меня задержали? Сегодня отправлено на доследование дело об убийстве Константина Маркина. В связи с тем, что в деле появились новые улики, а именно, дневник покойной Лидии Коноваловой. Осужденные за это убийство. Десять лет со дня совершения преступления еще не прошло, так что срок давности еще не вышел. А я никого не убивал. Это Лидка. Да нет, именно вы убили Маркина. А всю вину свалили на Коновалову. А Лидия в колонии родила вашего сына. Ох, а это не мой сын. Лидка спала с кем попала. Со всеми мужиками спала. С Костяновым спала. И черт знает с кем еще спала. А так что? Ну ничего. Генетическая экспертиза покажет, ваш сын Егор или нет, но это не важно. А еще вы помогли Степану Самойлову алиби обеспечить. После того, как он убил свою жену. Только мне не понятно, зачем вам-то нужна была смерть Левтина. Потому что обмолвилась о дневнике Лидии. Вы испугались? Я требую адвоката. А вы уверены, что ваша жена захочет его оплачивать? После того, как вы ее чуть было за решетку не отправили за убийство Алифтины. Подумайте об этом. Ладно, поехали. Пакуй его. С Егором психолог работал. Егор рассказал нам, что видел, как папа убивает маму. Он испугался, убежал в спальню и укутался там в одеяло с головой. Он боялся, что папа его тоже убьет. А потом от страха и стресса он уснул. Я не хотел ее убивать. Это все Олег. Чистосердечное признание облегчит вашу участь в суде. Да, я вам все расскажу. Я ненавидел этого пацана. Алифтина его установила, хотя я был против. А потом оказалось, что пацан еще и больной, и мне приходилось тратить деньги на его лечение. А потом вы нашли невник Лидии. Да. И поняли, что у вас есть хороший объект для шантажа. Я нашел Олега. Увидел, что он полностью упакован. Фирма, магазин, машина, жена красавица. А мне приходилось платить свои бабки на лечение его ребенка. Я пришел к Олегу и все рассказал ему по-честному. И Олег согласился платить? Да. Я хотел открыть свой автосервис, уйти от Алифтины этого проклятого пацана. Со временем мы с Олегом даже как бы подружились. Слушай, Степ, а ты жизнь-то свою изменить не хочешь? Это ты про что? Я же вижу, как ты в своей столовке на буфетчицу Лялю засматриваешься. Ну ты что говоришь, куда я от Алифтина денусь? У меня ни кола, ни двора. А ты представь, вот станешь счастливым вдовцом, у тебя все будет. И квартира, и дача. Дачу продашь. Я тебе один жич подкину. Хватит на собственный сервис. А пацана тебе дом сдашь. Нафиг тебе это обузать. Слушай, ну какой я вдовец. Алифтина здоровая баба, она нас с тобой переживет. А ты хорошо подумай. Может ей помочь? И так это засело в моей голове. Я подумал и понял, что уйти от Алифтины я не могу. Остаться ни с чем не хочу. И вы решили убить твою жену? Да. Я рассказал об этом Олегу, и он согласился помочь. Обеспечить алиби. Железное алиби. Так вот, если бы вы получше относились к своему пасынку, вы бы знали, что в тот день он никуда не пошел, остался дома, потому что заболел. И все видел. Всегда ненавидел этого пацана. Через час в кабинет следователя был доставлен задержанный Олег Струков. Ну что, ознакомились с показаниями Степана Самойлова? Это все ложь. От начала до конца. А когда вы решили убить Алифтину? После того, как она пришла к вам и проболталась, что знает, что именно вы убили Маркина? Она вам сказала об этом? Да они оба хотели от меня только денег. Много денег. У меня столько не было. Я вообще не знал, как все объяснить Марине. Алифтина пришла, сказала, что Егор мой сын, ему нужна операция, и я как отец должен был ему помочь. Обвинила, что Лидия погибла из-за меня, потому что села из-за меня. Вот я и понял, что она все знает. И вы решили убить Алифтину руками ее собственного мужа? Я ее не убивал. Я обеспечил ему алиби. Олега признали виновным по делу о двух убийствах. Степана в убийстве Алифтины. Марина усыновила Егора и уехала из города. Убитрый Париж Подписывайтесь на Молдов någonting. Играя. Эндика. Эндика. Специфер. Продолжение следует...